Вот так вот и идем, по камням, короче говоря, дорога не из легких, но досковый парус мы постараемся дойти все-таки. Досковый парус еще осталось, наверное, где-то километра два-три. Там всего Просковеевка, скала Парус. Здесь запомнилось, почему вы именно сюда едете? Море чистое. Только ради этого? Да. И вода чистая, да? Вода чистая. А вот развлечения-то есть какие-то? Кафешки там еще куда? Кафешки? Какие? В общем, нашим зрителям порекомендуете только Приморье или еще какие-то заведения, например, есть? Приветствую, ребята, добрый день. Еще раз, в общем-то, идем теперь в скале Парус в Просковеевку. Короче, идем в сторону Джанхота от голубой бездны. Вот, преодолеваем вот такие вот разнообразные препятствия. Камни. Дорога не очень удобная. Ну, говорят, минут семь, говорят, ходьбы примерно. Сейчас там под зарядку телефон хотя бы поставим. Да и что-нибудь покушать купим. Воречка такая классная, чистейшая. Здесь даже впереди какой-то домик стоит. Вот такая здесь чаечка. Мы уже подходим к Джанхоту. Судя по всему, она заболела. Взлететь не может. А вот там у нас... А там виднеется у нас Джанхот. Такие вот сосны здесь, пицунские. Прямо на склонах горы. В принципе, не так уж и далеко мы прошли-то. Всего-то минут десять прошли, да? Ну, вот так вот и идем. Там тут же есть, наверное, а там есть глобус там, в супермаркете? Да, конечно. Десять штук. В торговый центр там комната была, ладно? Обязать. Сейчас зайдем, посмотрим. Тут, кроме, по-моему, кафе больше ничего нету. Туда дальше, если пойти, там будет у нас уже скала Парус. Вот затем бугром, но еще примерно километров семьи, наверное, найти. Вот мы уже вышли как бы в Джанхот. Джанхот. Пляж местный. Тоже камни. Там дальше идут еще тоже пляжи. Пляжные зоны. Ну, вот. Да, здесь вот снимают номера, походу. Такой пляж здесь. Пляжик такой. Где здесь? Не знаю, надо спрашивать. Такие домики. Это ты так снимаешь? А? Ты так девчонок снимаешь? Да. Ну и как, клюют? Ты лучше на Нудийский пляж сходи, там, на Дивноморский. Там больше шансов. Да. Что здесь интересно? Вообще развлечения есть какие-нибудь? Нет. Дивноморский, вот, в Джанхоте в этом есть какие-нибудь развлечения? Вот мы сами пришли оттуда, с кемпинга. Ничего особого, да? Дискотеки какие-нибудь ночные есть? Здесь около 12. Кафешка только, да, вот этого? Ну, в принципе, можно было бы сюда заболеться вчера. Что, только на бассейн снимать? 7 тысяч суток. Дорого. Дорого сюда. У нас палатка бесплатная. На берегу моря бы. Так что... Там дача Короленко у нас. Ну, тут типа кафешки, короче говоря. Говорят, работают до 12. Можно посмотреть там. Решили зайти в магазин местный. Что-нибудь купить. Слушай, намного, в принципе, не надо ничего покупать. Ну, вот, собственно говоря, в этот магазинчик мы сейчас пойдем. Купим что-нибудь пожрать. Сейчас мы по крошечке замутим. А, она типа на твороге. То есть, типа кефирная. Да. Типа без ложек или суркана. А, ну вот это да. Не надо спросить. По лимону есть. В общем, сидим. Такой вид великолепный. Великолепный у нас из окна. Там десеточка такая. Джанхотовская. Народу не так много. Они, конечно, как в Геленджике. Конечно. Еще здесь такие вот делают негритянские косички. Мы сейчас идем на дачу Кароленко. Набережная Джанхота. Ну все, вот, друзья, короче, находимся на Джанхоте. Вот. С эдыгейского переводится как счастливый человек. Вот такой поселочек. Где-то основание, не помню когда. Но, в общем-то, горят давно. Такой хутор, можно сказать. Совершается одночасовое морское путешествие в район Скалы-Парус. Открытое море с купанием в открытом море. Народ вот так вот, короче, любит отдыхать, видать. Потому что от жары прячется. Кто как может. Вот такая беседочка. Вот такой пляжик здесь у нас, в Джанхоте. Потребности тоже растут. Вот. Какой-то тут типа пансионат какого-то вот здесь вот. В общем, думаю, что это дача Кароленко, но это не так. Ее надо искать в другом месте. Вот пляж такой здесь вот. Сейчас попробуем пойти искупаться. Джанхот. Теплая вода очень. Очень теплая. Сегодня Паша решил открыть нудийский пляж в Джанхоте. Вот. Прям, собственно говоря, недалеко от городского пляжа. Немножко шокировал публику, наверное, окружающую. Да. Ну, собственно говоря, здесь такие места такие обалденные. Красивые. У basso. Заключили от автомобиля против занятий из Поскорска. Да. Здесь, конечно, дорога не очень, но вот туда, в сторону направления, в том, Росковеевка у нас. идти где-то, говорят, часа полтора Слушай, там народу много Давай-давай Раз уж идем до Просковеевки Хотя-то не очень далековато Ну, если очень постараться-то Вот так вот Паша покоряет Джон Ход До Просковеевки далеко еще не знаете? Часик, да, примерно едут А, с вот таким шагом идти Ну, если медленно так будем идти, как ты идешь То все два часа Ну, пойдем туда еще, зайдем за выставку В общем-то, идем теперь в скале Парус Просковеевку Думаю, так примерно это займет Где-то минут 30, может быть, чуть побольше Взляки она только что виднелась Мы видели, как бы, виднеется Видно отсюда На эту камеру будет не видно Дорога такая, правда, не из легких Тут камни кругом Ну, вот шлепки рвутся, походу, у людей, да? И они их оставляют здесь, на месте Да? Нас запас бы взять тогда с собой Дополнительная резина, блин, не пригодилось бы На большом зуме снимаю скалу Парус, короче говоря Немножко потрясывает, конечно же По-другому это сделать нереально Павлик пошел в море Ну, вот здесь вот такие вот тоже устанавливают Как бы палаточки там разные Стрятся от палящего солнца Небольшая у нас остановочка Тапочка начинает не выдерживать Такие камни, бля, порвался немножко Ну, блин, сейчас попробуем его починить И двигаться дальше Держи крепость Ожидает Сейчас зайдем до этой крепости Хорошо там был уже такой из камней, да? Много всего так Вот так вот и идем, бля По камням, короче говоря Дорога не из легких Но досковый Парус мы постараемся дойти все-таки Да, особо здесь не разгонишься, конечно Так можно было бы это все преодолеть за 15 минут Нормальный кросс Бля Лучше здесь по берегу идти Тут как бы оно вроде немножко поровнее О, такая впереди крепость нас ожидает Кто-то здесь построил Прикольно, я слышу, здесь и дрова Можно и делать шашлык Шашлык, машлык Все уже готовы как бы Только поджигаем Заход прикольный, да? Поэтому я тебе говорю То, что они шли 2 часа Потому что они везде купались Останавливаются Идем дальше, ребзя Там дальше нудисты Что-что как? Чем дальше, тем ближе Да, нам досковый Парус совсем немножко остался Кстати, народ Видим, обнаружили канат Можно подняться Как-то вот так вот И видно, там можно даже стоять с палаткой Сковый Парус еще далеко? А вон она торчит Отсюда ее видно Ну, очень далеко, наверное, да? Прилично, да Судя по расстоянию Где-то километра, наверное, 4 Побольше даже Ладненько Попробуем А вон там у нас Кава Парус Наверное, до нее все-таки мы не дойдем Поскольку провались тапки Тяжело очень идти Наверное, вернемся все-таки назад Глубую бездну А вон там империя теплоход идет Вдалеке виднеется Он сейчас идет, как раз совершает прогулку До Сковый Парус Ну, есть такая 4-часовая, по-моему, прогулка Мы как-то на нее ходили Вот Что прикольно, там, когда вот на теплоходе Обычно попадаются дельфины По крайней мере, очень часто Оказывается, вот здесь Вот люди вон там стоят с палаточками Как раз я, наверное, показывал Они там по канатам туда забираются И вот видно, вот там вот палаточки стоят Несколько штук Тоже так прикольное место По-своему Пицунские сосны Красота Все видно прям И так вот на протяжении Все, идешь всей дороги Вообще супер Вот это, кстати, пицунская сосна Очень полезная Поэтому люди здесь стоят с палаточками Как и мы, собственно говоря, голубой бездной Остановились прям под пицунскими соснами Очень полезная, как бы Поправляет свое здоровье Вот Отправляемся дальше До следующей точки С собой дикори, бля Поскольку мы Удыхаем здесь с палатками тоже Ну, правда, мы не такие Заядывает дикорист дикори, бля Ну, четвертый день уже, по крайней мере, здесь То есть им Уже пятый пошел Вот так На моей, как бы Моей жизни, это, в принципе, первые Обычно мы где-то ходили 2-3 дня, максимум Тоже здесь, как бы, нудисты собираются, походу Нудисты Пофигисты Ну, не сказал бы, что их много Палаточку поставили Сверху Вон палаточка там Такая-типа в тени Не совсем, конечно Ну, тоже прикольно Там лесенка такая сделана из камней Вот такие вот Не очень приятные слоя для ходу Тоже вот такой здесь, как бы, кемпинг У нас много раз Кто-то дикаря мечтается, как мы Также надо и здесь искупаться немного Идти дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Досковой парусы еще осталось, наверное, где-то километра 2-3 Минимум, да Вот так, в общем-то, спросили сейчас у мужчины Который загорал на пляже То, что минут 40 еще Таким нормальным шагом Досковой парус Нормальным шагом здесь не получится Поскольку у меня тапка порвалась И смысл идти дальше, как бы, тяжеловато Такие вот рифы, как бы, здесь Телефон сам по себе куда-то звонить начал Опа-на Маленький Будо Я прощаться не буду Далеко Далеко Прикинь, что нашел народ Это, типа, здесь люди собираются разнообразные Вот такие вот Щички оставляют Ну, типа индейцы какого-то, да? Вообще-то это просто мусор Еще туда? Ага Черпанул для воды Воды черпанул в сумку Походу нормально Ладно, все Прекращаем трансляцию Пришлите еще денег Такие вот надписи здесь остались на скалах Ну, виды, конечно, потрясающие Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это далеко, да, до воды идти? От сюда Нет, там есть известковая А, известковая Есть известковая А, известковая Есть известковая А есть чистая Это далеко, да? Где-то метров 150 от известковой воды Вон там, на повороте Добрый день Ничего себе Откуда издалека приезжаете? А? Издалека сами Москва Ну, мы из Москвы Ну, мы там на это остановились Вот, голубая бездна Может, вышли место Место Между Динаморским и Джанхотом Удачи Павел Нет, здесь, кстати, места тоже классные Даже, я бы сказал, не хуже А может быть и лучше нашего Короче, нам налили бутылку воды Путараха Родниковой Вот Сами говорят, приехали издалека тоже Из Владивостока Не знаю, насколько это правда На целый Они сюда приехали, говорят, на целый месяц О, мы жили дикарями там где-то Всего лишь пятый день Это Капля в море И вот мы находимся Возле уникального природного явления Всего Просковеевка Скала Парус Одна из замечательностей города Геленджика Вот так вот она выглядит в полный рост Здесь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы находимся на Джанхоте Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok